Всем привет! 15 мая 2021 года московскому метрополитену исполнилось 86 лет. Уже седьмой год подряд пассажиры смогут увидеть и даже прокатиться на всех типах вагонов, которые в настоящее время используются в московской подземке и использовались когда-либо. Также мы посетим выставку ретро-вагонов на станции «Партизанская». Поехали! 15 и 16 мая на кольцевой линии будут курсировать составы самых разных моделей. Уже традиционно в честь дня рождения московского метрополитена все составы участники парада работают с пассажирами и курсируют по линии. Парад поездов начался сегодня в 5.30 утра на станции «Октябрьской кольцевой линии». Всем доброго утра! На часах 4.30 утра я отправляюсь на парад поездов московского метрополитена. Открыт торжественное мероприятие именной ретро-поезд «Сокольники», который сейчас можно встретить на Сокольнической линии. Ретро-поезд был выпущен в 2010 году на базе новых номерных, производились Матичинским вагоностроительным заводом с 1976 по 2010 годы. До сих пор один из самых популярных вагонов, которые были по внешнему виду и экстерьеру, стилизованы под вагоны серии «А», ходившие с самого начала открытия метро и до 1975 года. Различия есть лишь в некоторых деталях. Нет торцевой двери в кабине машиниста, только боковые двери. Вместо номеров на бортах герб Советского Союза. Вместо номеров на бортах герб Советского Союза Следующий участник парада всеми любимый «Ежик» или ЕЖ-3. Поезд ЕЖ-3 был очень долгое время один из самых главных поездов в московском метрополитене и ходил на многих линиях. Но с течением времени их количество стало сокращаться, особенно с появлением новых поездов типа «Москва» на Таганск-Красноплесненской линии. А в 2020 году их вовсе не стало. Давайте вспомним, за что же мы любили ЕЖ-3. В первую очередь за его красивый внешний вид, за мощь, звук и скорость, за салон с его гениальными перегородками на сиденьях, за потрясающие модификации дизайна поезда. Именно ЕЖ-3 мы в таком цвете только не видели. Как их только не украшали на праздники, в какую рекламу на них только не носили, именно ЕЖ-3 стал главным поездом артом в мире метро. За долгие годы в строю и работоспособность. Следующий участник парада – 81-717-714 номерной. Эти поезда всем известны, так как их много в Москве, да и эксплуатируются они не только в метрополитене Москвы, а в метрополитенах таких стран, как Украина, Беларусь, Азербайджан, Армения, Грузия, Узбекистан, Болгария, Венгрия, Польша и Чехия. Продолжение следует... Следующий участник парада – 81-720-721 Яуза. Яуза вообще появляется только на параде или на перегонках. Очень редко в общем. А как хорошо все начиналось. В 1987 году на Матичинском вагоностроительном заводе началась разработка новых поездов, которые должны были прийти на смену вагонам серии Е и их модификаций. Новый поезд по всем параметрам получался просто революционным. Это касалось и внешнего вида, и технического оснащения. Новый дизайн сидения, цвет, целый ряд технических новинок, среди которых система пожаротушения, создававшаяся в случае возгорания в вагоне водяное облако, отсутствие привычной естественно-приточной вентиляции, которая была заменена принудительной. Оставим смело ружькой. Верезно-потворец выведен. Вы же смело ружькой. 81-740-741 Русич, следующий участник парада. Но им не удивить, так как встретить на кольце их можно сейчас, но скоро они пойдут в историю на кольцевой линии, так как их активно заменяет Москва-2020. Ну или Дэйна, тут кому как удобно. Субтитры создавал DimaTorzok Следующий участник парада – 81-760-761 АК. Модель электровагонов метрополитена, выпускающаяся заводом АО «Метровагонмаш» с 2010 года и Тверским вагоностроительным заводом с 2011 по 2016 года. Всего в период с 2010 по 2016 годы было выпущено 168 составов АК, включая 162 вагонных составов базовой модели. Субтитры создавал DimaTorzok Следующий участник парада – 81-765.2, 766.2, 767.2 – Москва. Поезд, который с 2018 года колесит по Филевской линии. Главной особенностью данного метропоезда можно выделить лишь расположение сидений главных вагонов. И лично на мой взгляд, это лучший метровагон на данный момент. Субтитры создавал DimaTorzok И завершает парад новенькая 81-775-776-777 Москва-2020 или Дейна. Название крайне неудачное. Сейчас этот поезд массово пополняет ряды парка Московского метрополитена и выходит регулярно на такие линии, как Калужско-Рижская и Кольцевую. В будущем появится на Большой Кольцевой линии. Не пропустите возможность прокатиться на этих метровагонах, ведь прокатиться на ЕЖ-3 или Яузе можно далеко не каждый день. Ну а теперь мы отправляемся смотреть выставку ретровагонов на станцию Партизанская, которая будет проходить с 15 по 21 мая 2021 года. Встречает нас уникальный для Москвы петербургский контактно-аккумуляторный электровоз ВЭКО. В Санкт-Петербурге их использовали в маневровых целях. В Москве же электровоз долгое время пылился в депо Калужское. Салона нет, здесь все заставлено аккумуляторами, поэтому для выставки его всего лишь покрыли свежей краской. Больше ничего делать не пришлось, так как состояние данного электровоза идеальное. Далее следует вагон УМ-5, номер 806 сохранен как путьизмеритель. Хит выставки – красный путьизмеритель номер 806. Его при реставрации в этом качестве и оставили. Здесь выводились графики соответствия путей с заданным параметром. Часть вагона поделена перегородками на служебные помещения. Вагоны метро типа Д серийно выпускались в 1955 и 1963 годах. Эксплуатировались в Московском метрополитене до 1995 года, в Петербургском метрополитене до 1992 года, в Нижегородском до 1993 года. Переданы из Москвы. Также три вагона такого типа используются в депо Новосибирского метрополитена в качестве служебных. Лаборатория СЦБ и ее сопровождение. Следующий участник креатора выставки – вагон типа Е – 3605. Последний вагон этого типа снят из эксплуатации в Москве. И последний московский вагон с салоном, отделанный ленгрустовыми обоями. Проработал до 2008 года. Успел побывать на станции Строгино. На вагонах типа Е окна были хоть с откидными форточками, но все же разделенными на две половины. Следующий вагон типа Д – 2037. Муляж не способен самостоятельно передвигаться без пульта машиниста с контроллером от вагона типа Е, без РЦУ, без двигателя и т.д. Вагон получил тележки от вагона типа Д – 2050, стоящего в электродепо Выхина, в деповом пути в качестве служебного помещения. Такие возили пассажиров с 50-х и аж до 1995 года, а измайловский грузовый поезд из этих вагонов дожил до нулевых. Ну и последний участок ретро-выставки – вагон типа Г номер 530. До реставрации был в депо Измайлова библиотекой. Вагоны метро типа Г серийно выпускались в 1939-е, 40-е, 47-е, 55-е годах Митичинским машиностроительным заводом. Эксплуатировались и в московском, и в ленинградском метрополитене. Всего было выпущено 425 вагонов этого типа. Ну что же, вот такой интересный парад и ретро-выставку организовал для нас московский метрополитен. Всем спасибо за просмотр, вы были на канале Митро Жизнь, до скорой встречи, пока! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok